Что ж, вот мы с вами вместе. Виктор, я вас приветствую. Пламенный привет Беларуси. Я так понимаю, что вы сейчас вещаете из Минска. Готовы стряхнуть наших участников? Как у вас? Задор есть? Вы меня слышите? Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Все. Я тогда, чтобы не терять время драгоценное, которое вы сейчас передадите, вот раскрывая тему финансового плана инвестирования, скажу только одно, что за пару минут до окончания вы услышите специфический звук. Мы оповестим вас о том, что буквально там остается пару минут, для того, чтобы вы успели красиво закончить. И подчеркиваю, что у нас будет вопрос и ответ, скорее всего, на панельной дискуссии. Вот. Все. Передаю инициативу вам. Но сперва маленькая пауза, для того, чтобы мы переключились на вас. И в кадре были только вы. Дорогие гости, зрители, ловите каждое слово и помните о том, что все, что вы сейчас слышите, вы можете комментировать и задавать свои вопросы. И для того, чтобы вы остались у нас сейчас в кадре, буквально секунда, заставка, и мы возвращаемся уже вместе с нашим спикером. Еще раз подчеркну, что в кадре Виктор Макеев. Всем доброго утра. У кого-то день, у кого-то вечер. Ну, начнем, так сказать, утро. У нас, по крайней мере, солнце стало, солнечный день. У нас были теплые уже встречи. Это был Харьков, это был Минск, это был Киев, это была Москва. Но, к сожалению, такие условия сложились, что мы теперь и переходим в онлайн-пространство. В онлайн-пространстве такого масштабного еще мероприятия не было. Поэтому тоже интересный формат. Тем более, у нас точно солнце, есть этот день солнечный. Как же прогрессировать в этой сфере? Сфера агрессивная, мы все это знаем, финансы. И как в ней расти? За какие ниточки дергать? Как продвигать себя? Я думаю, что многие уже сталкивались с тем, когда вы приходите в институт, заканчиваете институт, учитесь пять лет, может, кто-то аспирантуру, докторантуру, ну, неважно, кто-то техникум. Но, во всяком случае, вы приходите на работу, и вам босс зачастую говорит, «Эй, парень, теперь забудь то, что ты учил, и начинаем все сначала». А вы сами себе думаете, а зачем я вот до этого пять лет, собственно говоря, я ходил на лекции, тратил это время, что мне это дало? И, честно говоря, вы знаете, на первых порах у меня было такое же впечатление, были такие же сомнения. А зачем было, собственно говоря, пять лет института, потом второе образование, потом аспирантура? Что оно дает, если я прихожу в финансовую сферу, в сферу трейдинга, а здесь нужно вновь иникать, вновь получать опыт, то есть начинать все сначала. На самом деле, что вам дает образование, это умение систематизировать, потому что, откровенно говоря, интернет большой, интернет глубокий, вы можете найти буквально любую информацию. Действительно, информации очень много. И при должном подходе, да, можно собрать, и книги, и литературы много, то есть, да, люди делятся, да, есть, в принципе, тот необходимый базис и те необходимые данные, которые можно собрать. Но проблема состоит в том, что пока вы систематизируете эти данные, вы потратите очень-очень много времени. У меня первых пять лет просто ушло на то, чтобы найти те курсы, которые бы пройти, потому что курсов было много, и чтобы систематизировать знания и как-то понимать, куда ты двигаешься, потому что самое важное ведь задать вопрос себе, а что я, собственно говоря, хочу найти? Потому что вы приходите, вы ищете, вы смотрите все, что касается финансовой индустрии, абсолютно все. И в итоге получаются эксперименты, на статистику нет времени, и вот сегодня мы об этом будем очень плотно говорить. То есть я постараюсь вот эту всю большую, огромную сферу от спекуляции до инвестиций охватить, в том числе и финансовый план. То есть чтобы вы понимали, куда вообще двигаться, за что дергать и дать вам направление. Итак, финансовый план и инвестирование. Что обычно, вот я прям так и назвал, как обстоят дела у большинства трейдеров, как это должно выглядеть в идеале и как происходит у большинства. Конечно, здесь очень много есть нюансов, потому что все еще зависит от торговой стратегии. Но любая торговая стратегия без математики, будет это портфельное инвестирование, будет это спекуляция, это будет просто игрой. То есть вот наглядный пример, когда трейдер выполняет правила, и он знает, что ожидать от своей торговой системы. Он не переживает, он психологически устойчив. Мы видим, что здесь есть лосс, это убытки, есть убыточные серии, есть выигрышные серии, то есть есть затяжная убыточная серия. Но даже несмотря на то, что у него есть очень сильная затяжная серия в 9 убытков, тем не менее он знает все параметры своей системы. Почему? И как получить такую уверенность? Статистика. К сожалению, очень многие не нарабатывают статистику для того, чтобы быть уверенными в цифрах. Поэтому получается пробел, трейдер не знает цифр, только дает система сбой, он идет на следующий эксперимент. Но чтобы быть уверенным в цифрах и чтобы приступить хотя бы к набору статистики, вы должны быть уверены вообще в своем подходе. То есть что в нем есть какая-то в принципе идея, что в нем есть математическое преимущество. Как мы видим, в принципе здесь проблем нет. Но что происходит именно у большинства трейдеров, почему такая печальная получается статистика? То есть вот начинается все. Пока небольшая серия убыточных сделок, трейдер себя еще чувствует более-менее. Но первая прибыльная сделка, хочется хотя бы вернуть часть своего. То есть это эмоции, вы видите на графике, как цена растет. Если это, так сказать, фоном сделать, как оно обычно бывает. Вы заходите, там какой-нибудь уровень, все красиво смотрится, цена растет. И вот здесь вот начинаются какие-то проблемы роста. Здесь очень многие трейдеры пытаются выставить какой-нибудь себе зрительный уровень и отсюда уйти. Два к одному, полтора к одному или три к одному. Ну сколько дали, столько забрали. Очень часто именно так и происходит. Но вы не обращаете внимания, что ломается, зачастую ломается именно математическая составляющая. То есть вы не до конца проработали математическую составляющую. И вот как здесь, например, оно происходит. Здесь эмоциональное решение, потому что испугались, цена не то показывала. Потом вы получаете ту же серию. То есть здесь сделки идентичные с прибылями, с убытками. Но по факту, в общем-то, два одинаковых подхода, но с разными фиксациями, эмоциональными и системными. Но вы получаете совершенно разную кривую доходности. То есть здесь вы в плюсе, здесь вы в минусе. Просто эмоции. Но, опять же, мы говорим здесь о очень важном параметре прибыль к убытку. То есть если посмотреть, вот здесь вот процент прибыльных сделок будет 25%. И здесь 25%. В принципе, для профессионала 40% это очень хороший результат. Потому что если вы работаете от стопа на нынешнем шумном, роботизированном рынке, с учетом тех распилов, которые происходят, да, очень много может быть стопов. Ложные пробои, сложные-ложные пробои и так далее. То есть или по классике так называемые медвежья или бычья западня. Поэтому, да, процент положительных сделок, особенно у новичков, будет крайне низким. Но есть следующий фактор. Следующий фактор – это соотношение прибыль к риску. То есть здесь 4 к 1, а здесь на эмоции 2,42 к 1. Конечно, здесь очень много нюансов. Потому что чем больше вы выставляете стоп, тем по волатильности, скорее всего, цена реже дойдет до вашей цели, если вы будете выставлять больше потенциал. Поэтому здесь нужно, помимо всего прочего, понимать и чувствовать энергетику акции, характер ее хода, ну или любого актива, и способен ли он дать этот потенциал. То есть здесь уже как раз работа с опытом, работа идет с вероятностью. То есть математика, как вы видите, играет ключевую роль на всех стадиях. Просто провести уровень, просто торговать вот такой-то стратегией, индикаторная она будет, безиндикаторная, без математики. Это просто будет гэмблинг, играть. Поэтому, если вот взять вот так вот в эту картинку объединить, посмотреть, кто на этом рынке присутствует, вы можете загуглить в интернете, посмотреть, то есть эта информация открыта. Маркетмейкеры, крупнейшие маркетмейкеры на рынке. На рынке Форекс, на фондовом рынке. И вы увидите всех этих ребят. Большфарга, самый там крупный, если Форекс брать, Дойчий Банк, Джи Пи Морган, Сити Банк, Голдман Саш. Поэтому у вас есть выбор. Либо это будет для вас казино, либо это будет для вас действительно профессиональный трейлер. Но, к слову, если говорить о рынке, то что такое финансовая индустрия, как ее проще представить? Вы знаете, мне недавно попался интересный фильм. Он жуткий такой, фильм из разряда хоррора, но он очень хорошо, можно сказать, это хорошая гипербола для фондового рынка. Это «Живые мертвецы». Там несколько сезонов, по-моему, там 10 сезонов, в каждом по 16 серий. Но суть такова, что либо один человек, потом он объединяется в группу, и идет борьба за выживание. То есть за выживание, если вы случайно вышли в мир, где находятся эти зомби, вас укусили, вы становитесь той частью, скажем так, бестолкового, неповоротливого, точнее бы сказать, мира, который находится по другую сторону, без шансов вернуться обратно. То есть если вы недостаточно гибкие, если у вас опыта не хватает, то вы просто станете частью той пенсионной, накопительной системы, которая дает свой процент, но она вам принесет когда-то потом. Но пока вы там что-то пытались, без опыта, без понимания, вы, скорее всего, несколько раз будете оставлять депозит, и, скорее всего, останетесь не у дел. Поэтому на этот рынок действительно нужно приходить профессионалам. И если, опять же, брать между фондами, вот как раз фонды – это и есть те группировки, которые могут друг друга где-то наказать за ошибку. И это происходит не одни единожды, это происходит постоянно. Что касается фондов, которые пытались сделать сверхдоходность, посмотрите тоже, я не буду называть по именам, чтобы не дискредитировать, но, опять же, это крупные, это не говорит о том, что человек не понимал в рынках. То есть борьба за клиента, борьба за доходность, даже между крупными фондами, 30, 40, 50 процентов, но в итоге приводило к разорению, потому что все отгнались с доходностью. Один из фондов, который действительно показал хорошую результативность, там Рея Далио, который действительно сказал, то есть показал о том, что он гнаться ни за чем не собирается, его интересует стабильность, это, пожалуй, один из тех исключений в этом мире. Обычно же происходит привлечение, мы вам дадим 100%, мы вам дадим 150%, там уже и ОММ появляется, там уже появляются всякие пирамиды, но люди каждый раз идут на это, люди каждый раз на это покупаются. Поэтому нужно глубоко понимать эту финансовую сферу и на самом деле то, что картель проводит такое мероприятие, оно вам дает больше пространства, более глобальный взгляд на эту систему, на то, что происходит, чтобы вы понимали, где грань между надеждами, надеждами, которые, скорее всего, не исполнятся, и где грань между реальностью. Поэтому очень важно, какую мы не возьмем торговую стратегию, это задать себе ряд вопросов. Насколько вы уверены в своей торговой стратегии? Прошла ли она апробацию на различных циклах рынка? То есть, чем больше ваша статистика, чем больше циклов рынка, растущие, рейнджевые, падающие прошло, тем больше ей можно доверять. А что говорит статистика сделок? И теперь не на истории, а в реальности. То есть на истории можно прогнать красиво все, что угодно, но вы должны сами попытаться поторговать, вы должны сами почувствовать торговую стратегию. Что касается роботов, черных ящиков, опять же, если это очень успешный робот или черный ящик, скорее всего, вам его просто не продадут. А зачем? Он и так делает прибыль, тем более, если он делает сотенные проценты. Если же мы говорим, даже если вам достался робот работающий, то, к сожалению, на долгосрочном промежутке при смене рынка есть шанс, что он просто перестанет работать. Просто поменяется характер хода, просто поменяется волатильность и так далее. То есть очень много причин, которые могут заставить робота не работать. Но если вы программист, и вы понимаете рынок, вы можете донастроить. Но если вы не понимаете рынок и еще не программист, то эта система просто приведет к раку. Вот эту таблицу я очень часто показываю и обращаю на нее внимание, потому что это, по сути, и есть тот кровоигольный камень, на который нужно обращать внимание при построении торговой системы. По итогу. Как я уже сказал, очень многое зависит от опыта, от энергии инструментов, в которые вы входите, то есть как он торгуется, чуть-чуть похоже. Коснусь немножко этой темы. То есть сегодня я пытаюсь охватить объять необъятное. Но так или иначе, все сводится вот в эту таблицу, и вы видите, что если у вас низкий процент положительных сделок, хотя он может еще быть ниже, но потенциал риска будет выше, вот эта вот шкала – это вероятность того, что ваш счет обнулится. То есть если у вас 25%, вы принимаете эмоциональное решение, у вас 2 к 1, то 97%, что ваш счет просто останется на истории, что такой счет где-то был. Как же мы принимаем решение? И как же потом мы видим, читаем всякие блоги, посты, как красиво что-то сходило, не давало там 40%, точнее не 40%, а 40 долларов, чтобы ее забрали, чтобы ее купили в минус 40 долларов и так далее. Все это красиво постфактум. Если посмотреть на эту картинку, то да, конечно, мы все хороши задним умом и постфактум. Глядя на эту картинку, ну шорт без вариантов. Смотрите, тут где-то шли вниз, и в принципе пора шортить эту акцию, точнее нефть. Но давайте смотреть дальше от картинки. К картинке вы будете понимать, что не так все просто на самом деле, когда вы находитесь у торговой платформы. Вот эта картинка вроде как закрылись, ниже 42,21, вроде шорт, но тут часть трейдеров будет покупать. И будут покупать очень многие с постановкой стопа за какой-то там ложный пробой. Кто-то будет от АТАРа, но в любом случае, если посмотреть по хвостам, то стоп может оказаться даже здесь. Ну кто-то более умный, сочтет себя и скажет, да не, я здесь в шарты бы заходил. В любом случае, вероятность вилки в обе стороны оказывалась очень высокой. Это я к чему говорю, что когда вы, даже несмотря на грамотно продуманную торговую стратегию, нужно понимать, что плечевые вещи, когда вы торгуете от стопа, зачастую вы заходите в плечи, особенно на небольшой капитал. Ну это как правило. То есть третье, четвертое плечо, если посмотреть действительно на историю, это и десятые, и пятнадцатые, и двадцатые плечи. Поэтому я, например, когда беру в управление на инвестиции, спекуляции составляют не более 10% только по согласованию с инвестором. Почему? Если даже случится катастрофа. Если случится катастрофа, я нарвусь на нефть, я нарвусь на фунт, я нарвусь на франк, например, с диким падением, то я не потеряю больше, чем 10% от портфеля. А 10% – это как раз та величина, которую портфель приносит за год. То есть это вполне разумные величины риска, которым вы можете управлять. Представьте, когда у вас весь капитал, и вы весь этот капитал загоняете на спекуляции, и получаете что-то подобное на это. Ну, окей, давайте чуть дальше пойдем. То есть тут все красиво вроде, закрылись ниже уровня, шорт, вы говорите, это не моя ситуация. А теперь посмотрите на эту ситуацию. То есть все относительно, понимаете, наш мозг устроен так, что мы ищем подтверждение нашей правоте. Ну вот видите, вот оно же закрылось ниже, значит шорт, вот оно закрылось выше, значит лонг. Мы не учитываем там новости, мы не учитываем, а что это цена включена? Все включает все себя, и крупный капитал ведет туда цену, куда она должна перейти. Окей, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. вот она остановка движения, если там продлить, где-то здесь остановились, то есть вот он, да, внятный, понятный уровень, ложный пробой, там удержали. Ну, все, 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 что нужно здесь сделали. Здесь минус депозит. Теперь здесь инструмент закрывается ниже уровня, точный, идентичный пример с нефтью, и потом вы получаете, то есть на самом деле на графике можно найти, ну, кучу подтверждений своей стратегии, своим идеям, то есть пока статистики нет, вы не можете принять решение, сказать, что это работает или нет. В одном из комментариев кто-то написал, что можно закрыть глаза, провести горизонтальную полосочку в любом месте, и вы найдете, что это действительно является уровнем. С одной стороны, да, с другой стороны, цена, ценой ключевая цена, но очень важно еще понимать, как цена торгуется у этого уровня, если мы говорим про спекуляции. Но вот такие вещи, они будут происходить, пусть один на сто случаев, пусть один на тысячу случаев, но такие вещи будут происходить. И такие вещи говорят о том, что риск там на тысячу случаев или на сто случаев просто опустошить свой депозит, оно существует, если вы торгуете с дикими плечами. Поэтому риск-менеджмент здесь будет ключевой параметр, с которым вы можете работать. Идем дальше, возвращаемся к нефти. Если в цифрах, что здесь вообще могло происходить? Если локаль, то уже более-менее, да, 41.16, остановились, то есть вы могли, опять же, пойти вот этой картинке, посмотреть, ну, наверное, здесь шартистов затащили, будет потом выстрел. 13 центов, открытие по 32.80, 8.39 или в 64 раза больше, то есть 8 долларов в 39, в 64 раза больше, то есть здесь, ну, просто, даже если вы торгуете без плечей, больше, чем полдепозита. Если вы торгуете с плечом хотя бы 2 к 1, минус депозит. Именно то, что происходило, опять же, по нефти, когда даже фонды, такие как нефтяной фонд ETF, перемещал из краткосрочных, ближайших, да, фьючерсов на долгосрочные, потому что неожиданно цена пошла. То есть все пытались избавиться от этой позиции, это как снежный ком, просто привело к производному такому провалу. Ну, окей, если мы посмотрим на предыдущие ситуации, вы посмотрите, скажете, ну, там более-менее очевидно. Вот здесь вот не совсем очевидная ситуация, ну, зашли бы, не зашли. По нефти более-менее закрылись ниже уровня, то есть здесь все логично, я бы не зашел, я бы эту ситуацию избежал бы. Но давайте посмотрим все-таки на более реалистичные ситуации, скажем так, на более реалистичные с точки зрения логики, с точки зрения того, что трейдер вряд ли бы прошел мимо этой ситуации. То есть так называемая лестница, инструмент ходил в диапазоне, были там сложные-ложные пробои, но в любом случае инструмент выбирается из диапазона, вроде им все, путь ему открыт наверх, там W, так называемая фигура разворота, и мы видим, что лестница, теперь, например, инструмент растет выше и выше, то есть вышли из уровня, точнее, вышли из диапазона, постояли, вновь вышли из диапазона, вновь стоят, то есть все окей, все хорошо, все красиво здесь смотрится, вышли из диапазона, закрылись выше уровня, крупные игроки говорят, знают, куда ведет цену до отчета, отчет не играет значения, очень многие говорят, все учтено, такая фраза очень часто звучит, я не первый раз общался с людьми, которые говорят, что я не смотрю на отчеты, не смотрю вообще, как там отчитывается, что происходит, надо смотреть на график, на графике все написано, вы красиво все делаете, все по уровням, все красиво, лестница идет, и потом вы получаете примерно такую картинку с разрывом от 50, 45, до 40, до 47, опять же, если плечи, вас просто здесь не стало. Вот здесь вот по 47, 48, теперь можно опять же постфактум, то есть, как видите, очень хорошо решение постфактум все принимается, они видны наглядно, они видны просто великолепно. Первое касание, второе касание, тут еще несколько касаний, да, по 47, 48, в принципе, есть уровень, и он красивый, но после того, как вы здесь красиво посидели, гэп, возможно, минус депозит, а здесь вы просто провожаете все это взглядом, потому что, скорее всего, депозит уже не осталось, и эта красота осталась лишь только для наблюдения. Но вновь-таки мы говорим о рисках, если вы здесь грамотно рассчитали риски, как это делают там при торговле с отчетами, то есть, опять же, здесь может пройти мысль, не надо торговать отчеты, но хорошо, если вы не торгуете отчеты, может выйти новость, смена директората, открытие какого-нибудь возбуждения уголовного дела, там, пример, Энрон был, да, или, если мы берем валюты, какой-нибудь новый Brexit, или Германия там вышла из еврозоны, или что-то заявила, но все что угодно и не может произойти, то есть, никто не знает, что там будет через пару минут, поэтому на рынке может происходить все что угодно, и подобные вещи, это не обязательно могут быть новостные вещи, но даже если мы берем новостные вещи, кто-то боится торговать, что вот мы сейчас получим веб, есть, опять же, вполне разумный риск-менеджмент, вы можете взять, там, у вас есть портфель, вы можете взять пару процентов от портфеля и реализовать свою идею, и у вас совсем другая уже будет математика, да, конечно, в этом, скажем так, при таком варианте мы не говорим о доходности в 100-200% годовых, ее просто не будет, потому что вы контролируете риск, но это объективно, это адекватные величины, вот она проблема, которая на рынке постоянно присутствует. Если говорить про такие краткосрочные спекулятивные сделки, я всегда показываю свежие сделки, чтобы показать примерно, как это работает, то, несмотря даже на весь опыт, все равно у вас могут случаться ошибки, то есть я на рынке там с 2010 года, тем не менее, есть ряд вещей, на грани эмоций, где-то это находится, хотя бы я не сказал, что я сильно эмоциональный, или на грани математики, когда вы видите, что по алгоритму вы уже достигли своего потенциала, но в любом случае определенные решения, они все равно принимаются вопреки тому, что происходит на графике, вопреки тому, что можно было из графика забрать, то есть здесь были такие моментумные сделки, вот уже более понятный, более четкий уровень, здесь была остановка, и опять же, без спешки, без того, чтобы поторопиться, очень важно выждать паузу, очень важно знать свой моментум, когда заключать сделку, когда это будет более быстрая сделка, когда это, как здесь, или более медленная сделка, как здесь, когда не совсем понятно, когда идут агрессивные продажи, и нужно посмотреть на инструмент. Вот эта часть называется опытом. техника, реализация от уровня, это более простой вопрос. Опыт, понимание цены, понимание характера движения, это более уже сложный вопрос, и именно он будет определять ваш процент положительных сделок. Ну, я думаю, у тех, кто знаком с платформами, это покупки, частичный выход, и, в принципе, основная позиция велась сюда. Но почему здесь неточность? Если посмотреть внимательно на цену, здесь были еще более-менее попытки продаж, но эти продажи все меньше были, меньше, меньше и меньше, и здесь очень скупые продажи были, и, в принципе, я считаю, что этот выход был преждевременным, то есть по характеру движения цену можно было толкать выше, то есть ждать дальше и реализовать гораздо больше потенциала. Но, тем не менее, здесь он тоже был реализован неплохо. Поэтому в спекуляции всегда остаются неосознанные риски, и путь становления чаще занимает намного больше времени, чем хотелось бы. То есть здесь отличная техническая реализация идеи, но раннее закрытие сделки. Вот еще один пример. Бывает, происходит и так, когда еще полпути инструмент идет без вас. То есть если взять конкретно эту ситуацию, что здесь происходило, опять же, посмотрите, без спешки, понятный вход, когда инструмент повозили, когда вы видите, что у продавцов несколько попыток было продавить цену, но не хватает. Если вы еще будете параллельно смотреть на ВИКС, на индекс волатильности, на то, как торгуется облигация, то у вас картинка будет раскрываться гораздо шире. Вы будете видеть еще и корреляции. Вот точка входа и уже частичная фиксация. Здесь добавлял, фиксировал, а здесь пытался перезайти. Но вот он перезаход, и вот он стоп. То есть я понимал локально, что я могу перезайти, но в этот день я посчитал, что, наверное, все-таки достаточно. Здесь я споймал стоп, видимо, я опять потеряю рынок. То есть это как, я здесь не просто так написал, что спекуляции это высокий спор для профессионалов, потому что чем больше вы практикуетесь, чем ближе вы к рынку, тем лучше вы понимаете цену. Могу сказать по себе, буквально куда-нибудь поездка на отдых или недельная пауза, и нужно, начиная с малых объемов, нужно вникать в рынок, потому что вы теряете нить, вы теряете нить происходящего. То есть рынок нужно чувствовать, как и в высоком спорте. В этот момент я подумал, что я рынок не очень хорошо понимаю, хотя было сознание того, что, наверное, надо перезайти, и полпути инструмент еще мог пройти вместе со мной, но без меня. Опять же, то, что я говорю, это бесконечная учеба, то есть у вас будет всегда к чему стремиться, но это, с другой стороны, здорово, как в любой профессии. Главное, вот в таких ситуациях, как называется, не догонять поезд, из которого ты уже вышел пару станций назад. То есть инструмент растет, вы пытаетесь залететь, на откате с него уйти, и в итоге происходит тит. Субтитры создавал DimaTorzok